Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня с вами снова я, Анна, и мы находимся в магазине Светофор Школьная 169, поселок Шушары. Приезжайте в магазин Светофор, здесь можно еще много чего, полезных товаров купить. Какая ситуация по кофе? Я знаю, что многие кофеманы сейчас в озадаченности, потому что цена на кофе зерновой растет. К сожалению, кофе зернового нет сейчас здесь и вообще по Светофорам в целом. Дальше ситуация с прокладками. Сообщу, что даже прокладок Милана сейчас нет в Светофоре, хотя они раньше были всегда. Успевайте купить туалетную бумагу по хорошей цене, пока она есть. Туалетная бумага новинка, однослойная в наличии, 45 метров, 12 рулонов, одищенская бумажная фабрика, полотенца бумажные есть здесь по хорошей цене, 63,20. И вот это снова одищенская фабрика, очень хорошая цена. Сейчас есть очень хороший рис кубанский для плова от Увелки, 800 грамм, 58,20. Я сегодня обязательно его возьму, это качественный продукт, он есть везде, тем более по такой цене. Рис круглый фасованный Карачиха, 900 грамм, 57 рублей. Тоже очень хорошая цена на этот рис, это тоже круглозерный рис, производит его Ярославская область. Здесь вот такая этикетка с мельницей, новая поставка, он еще есть в наличии. И, конечно, хочу вас попросить подписываться на мой канал в Дзене, внизу в описании и в закрепленном комментарии я ссылочку оставлю. И, конечно, подписывайтесь на мой Телеграм, там я буду мини-ролики выкладывать, ну и фотографии. Сейчас здесь в наличии еще лапша домашняя яичная, 1 килограмм, 104,60. Это опять же товар, которым можно закупиться впрок, вот такой. Кто-то спрашивал меня про наличие комодов в магазине Светофор. Вот здесь есть комоды, 4 ящика ДСП, 85 на 93 на 40 сантиметров, 3805 рублей 50 копеек в двух вариантах этот комод. И здесь еще достаточно много их в наличии. Из каш еще здесь в наличии смесь круп Суворовская каша, тоже хорошие были отзывы по этой крупе. Нут, овес, пшеница и ячмень, 70 рублей 90 копеек за 400 грамм. И вот эти хлопья овсяные для всей семьи в большой упаковке, 1,5 килограмма, дачный сезон. Из новых поставок от Увелки каша овсяная, 5 штучек, 5 пакетиков внутри, по 40 грамм. Много этой каши, 2 палета стоит, 33,10. На эту кашу тоже всегда хорошие отзывы производят эта продукция от Увелки в Челябинской области. Здесь в одной упаковке, повторюсь, 5 штук, 5 пакетиков по 40 грамм. А вот эта крупа Царь, на которую были хорошие отзывы, видите, палет совсем низенький, раскупили ее. Это крупа Пшено Царь варочных пакетиков. 400 грамм 41,20, тоже отличная цена. Еще есть домашняя каша быстрого приготовления, 200 грамм 22,40. Теперь давайте пройдемся по новинкам. Большие баки пищевые, 70 литров с крышкой, 755,20. Приехали в магазин Светофор. Вот так выглядит этот бак. Любители садоводы, возможно, его будут использовать как большое кашпо. Проделав, в принципе, дырки внутри вот здесь, можно в таких баках, например, выращивать какие-то культуры. Но и цена немалая у этого бака, 755,20. Еще они есть в красном цвете с ручками. Пластик очень плотный. Производит эти баки Ставропольский край, Россия, соответственно. И смотрите, у этого бака есть крышка. Пластик действительно очень хорошего качества, плотный. Вот, он тут даже, наверное, миллиметра три этот пластик не гнется. И этот бак можно использовать как бак, например, для мусора у себя на даче. Собирать мусор или пищевые отходы как-то. В общем, придумать можно много ему применений, тем более, что он пищевой. Еще одна отличная новинка – обруч массажный. Шарик с металлической вставкой, 737,50 рублей, производство его Китай. Привезли его под брендом Экосфитнес, массажный обруч для занятия спортом. Самое интересное, что этот обруч состоит из разноцветных секций. Всего секций в коробочке должно быть 8 штук, проверяйте. И на этих секциях есть вот такие массажные пупырышки выпирающие. Не знаю, насколько этот эффект есть от таких обручей. Если вы вдруг покупали в каких-то других магазинах, нам, пожалуйста, расскажите. Не указан его диаметр этого обруча. И что хорошо, его можно хранить не в собранном виде, а разобранном. То есть позанимался и снова сложил в коробочку. 737 рублей он стоит. Набор корзин с крышками ромбики приехал в этот цветопор в таком приятном лимонном цвете. Новая поставка. Вот здесь можно посмотреть, как выглядят эти корзиночки. Все три корзинки идут с крышкой. Очень симпатичные, хороший пластик. Периодически, видимо, их подвозят эти корзины. Производство тоже Россия. 338,60. Знаю, что многим такие корзиночки понравились. Также сейчас завезли коврики для фитнеса в рулоне. Метр 80 на 60 сантиметров. Такие ролики хорошо на детские какие-то секции покупать. Или если вы сами дома занимаетесь фитнесом. А также на пикник можно их использовать. И как пенку под спальник. Кстати, есть еще в наличии светильники светодиодные линейные фита от Ultra Flash. Я установила эти светильники у себя дома. Постараюсь, если вы подпишетесь на мой телеграмм, я там фоточку выложу, как эти светильники смотрятся на стеллажах от Икеи. Очень удобно. 230 рублей стоит 8. Гель для стирки Carse Extra Fresh. 3 литра 92 рубля. 3 литра такого геля равно 9 литрам стирального порошка. Если вам не хватило грунта в других магазинах, вот здесь он есть. Секрет роста универсальный. 60 литров 175-40. Таблетки для посудомоечной машинки не проходите мимо. Федорина счастье 30 штук. Каждая таблетка 20 грамм. Всего здесь 600 грамм. 92 рубля стоит. Сейчас будет подорожание цен именно на такие вот товары. То есть я уже смотрела, как подорожал шампунь Procter & Gamble. Мужской, который такой белосиняя упаковка. Чуть ли не в 2-3 раза. Думаю, что и таблетки для посудомоек тоже взлетят в цене. Вот можно пока такие приобрести. Это, конечно, не супер таблетки. Какие-то сложные загрязнения они не отмывают. Но свою работу они делают, в принципе, исправно. 92 рубля стоит. Белизна гель в наличии 45-60 за 1300 миллилитров. В магазине Вантелева вам показывала вот эту жаровню воклитую. 28 сантиметров с антипригарным покрытием. 935,70 стоит эта жаровня. Очень тяжелая, хорошего качества. Производитель этой жаровни компания PowerLux. Тверская область. 28 сантиметров диаметр. Тяжелая, с ручкой. 935,70 ее цена. Вот буквально покажу. Только что привезли в этот магазин. Вот такой набор минажниц. Вантелева мы его видели. Обязательно укажу вам цену на этот набор. Тарелок на самом деле он называется набор минажниц. Две минажницы, одна маленькая, другая большая. И в каждой три секции. Пластик очень легкий. Производитель компании Berossi. Это Беларусь. Беларусы в принципе всегда славились производством как своего трикотажа, так и пластиковых изделий. Еще такие тарелочки есть в мятном цвете. Еще раз покажу, что все-таки в светофоре есть вот такая паста. Зубная Локолют 65 грамм. 68,70 производство этой пасты Германия. Вот этот товар можно спокойно брать. Про запас пасты очень хорошие. А это привезли удобрение Мечта Червяка. Ускоритель компостирования с высоким содержанием гуминовых кислот из торфа. Компост за три месяца вместо 12 торфа. Гумат. Один килограмм здесь и тысяча литров готового раствора получается из одного вот такого ведерка. Цену тоже обязательно укажу. Много его сейчас в наличии. Влажных салфеток много. Всегда в принципе. 200 штук. Детские с крышкой. От Cotton Lab. 56,30 их цена. И вот меньше все становится по очень хорошей цене. Салфетки сервировочные двуслойные. 33 на 33. 20 штук в упаковке. 27 рублей стоят. Емкости для сыпучих продуктов от компании Bytplast. 2,8 литра. 118 рублей. 60 копеек. Цена. Осталось их не очень много. И единственный светофор на юге города, в котором я вижу вот эти емкости, вот они здесь есть. Зашла сейчас в холодильник. Яблоки сезонные. 1 килограмм 64,90 за килограмм их цена. И здесь расфасовали работники магазина где-то по 2,5 килограмма эти яблочки. Сейчас выходя из магазина, я видела женщину, которая везет 2 коробки вот таких томатов. Весовых 179,40 их цена. И действительно, поставка этих томатов свежая. Здесь есть расфасованные томаты. Вот по 3 штучки всего. Вот здесь на 69 рублей. Я сегодня тоже одну коробочку томатов прихвачу, потому что они выглядят очень хорошо. Поставка свежая. Вот, посмотрите, какие красавчики. Очень хорошо выглядят. А также из свеженького еще поставка кабачков. 161,50 цена за килограмм. Вот здесь 3 штучки. Получается на 177 рублей. В чем большой плюс этих кабачков? Они небольшого размера. Смотрите, такие аккуратненькие. Хорошенькие. Надо брать. Что я сегодня еще возьму. Это тыкву. 35,40 цена тыквы. И смотрите, какие хорошие тыковки небольшого размера. Вот эта одна тыква на 31 рубль всего. А также есть морковка свежая 22,40. Ее цена производства Россия. Здесь, правда, морковки, скажем так, многие морковки уже поломаны. Но вот если потрогать, они такого хорошего качества. Эти морковки, я так понимаю, их нужно брать сразу сеткой. Продукт сметанный на закваске деревенское подворье. 900 грамм, 74,40. И смотрите, рикотта фретта 500 грамм, 153,90 без заменителя молочного жира. Еще есть в этом магазине по старой цене. Из вкусного вот этот сыр Грюн де Вальс. Пожитникам его хорошо берут. 483,80. Также сыр твердый пармезан 708 рублей. Есть молокосодержащий продукт. Невский Витязь, 266,80. Сливок осталось очень немного. Приезжайте. Вчера, кстати, была в магазине Доброцен. В Репполово там тоже не было сливок от наших любимых друзей белорусов. Там обычно бывают классные сливки в литровой упаковке. Не было вчера их. Вот можно здесь взять 84,60 за 1 литр. И смотрите, срок здесь до 5 месяца 2022 года. То есть они хорошие по срокам. Ниже и ниже. У меня дочка обожает этот айран. Полтора процентный. 1 литр 53 рубля стоит. Совсем немного осталось кальмаров. В чесночном соусе 200 грамм. Балтийский берег 70,20. Из вкусного осталось еще масляная рыба. Кусок холодного копчения в вакуумной упаковке от Балтийского берега. 249,10. Мясной продукции тоже, в принципе, много. Вот это, например, колбаса докторская. Перед Новым годом ее хорошо разбирали. Я сама брала эту колбасу. Если вы думаете готовить салат оливье, она хорошо подойдет. 176,90. Категория этой колбасы А. Наличие студень. Категория Б. 118,70. Много вот такой вареной докторской колбасы. Категория А. От Анкома. В белкозиновой упаковке. 193,90. Колбаса вареная семейная. С чесноком. Категория Б. 138,80. Вот такая колбаска вареная молочная. По ГОСТу категория Б. В белкозиновой упаковке. От Ладоги. 179,30. Если не видите мясо подходящего кусочка, спрашивайте у работников магазина. Вот, например, подвезли кусок 4,700. Здесь по весу на 1100 рублей. 233,60 за килограмм. Я присмотрела вот этот кусочек, потому что он идет на косточке. Можно как раз вот так его порубить. И на мангале, например, ну или на сковородочке запечь. Я его сейчас благополучно и возьму. И также пока ходила еще горбушу холодного копчения от фосфорели. Принесли 309,80. Ее цена по отзывам. Отличная горбуша. Если вы сегодня-завтра подъедете в светофор, можете вот приобрести. Она свеженькая. Только что ее выложили. И вот мне сейчас сказали, вот эта форель радужная. Кусок горячего копчения в вакууме 300 грамм. Компания Основа. 300 рублей 990 копеек. Очень вкусная форелька. Тоже берите. Ее много еще в наличии. Сравнительно свежая поставка. Мясо котлетное, фермерское, охлажденное. В вакуумной упаковке 253,70. Производство России. Это новинка. Цена указанная за килограмм в одной упаковке. Например, вот в этой. 1,126 килограмм на 285 рублей. И еще есть грудинка свиная, бескостная, фермерская, охлажденная. 265,50. Этого продукта тоже много сейчас в наличии. Вот здесь 1 килограмм примерно на 257 рублей. Производит эту продукцию под брендом Rubin Meat. Санкт-Петербург. Есть моя любимая скумбрия. Дождалась. Обязательно сегодня возьму. У нас в Санкт-Петербурге хорошая погода. На выходных можно запросто приготовить шашлык на даче. Я вот сегодня парочку упаковок возьму. Цена, правда, у нее немножко поднялась. 141 рубль за килограмм у этой скумбрии. Раньше мы ее с вами покупали чуть ли не по 87 рублей. Сейчас вот немножко она подорожала. Вообще, вчера, по-моему, я видела эту скумбрию в Семишагове или где-то. Она около 300 рублей за килограмм уже здесь. 141,60. Ее не так много, так что приезжайте. В магазине в Комунаре сейчас завезли селедку. Цена там тоже немножко подросла. 110 рублей, по-моему, за килограмм. Но в Комунаре она есть. Здесь есть скумбрия. Слаевсы пшеничные. Тоже подвезли целый палет. 90 грамм здесь. 18,40 их цена. В новую же они идут упаковки с такой оранжевой этикеткой. Пока по старой цене. Печенье бисквитное снежное. 1 килограмм 179,40. Поступило это печенье буквально на прошлой неделе. Тоже не так много его сейчас есть. Выглядит очень аппетитно. А рядом маффины сладкоежка с начинкой. Вишневый 142,50. Цена за 1 килограмм. Пока в наличии в этом светофоре еще есть готовый шоколадный завтрак Несквик. Две упаковки по 500 грамм вам обойдутся. Всего в 159 рублей. Так что приезжайте. Это продукция компании Несквик. Соответственно цена на нее тоже вероятнее всего взлетит. Игрушка детский автомобиль 613,60. Производство этой игрушки. Россия длина этого автомобиля где-то 60 сантиметров. Пластик очень хороший, плотный. Сейчас у нас в Питере все-таки становится получше с погодой. И такие игрушки очень хорошо в детские сады. Знаю, что там они пользуются популярностью. Для детей что-то новенькое постоянно подвозят конструктор под названием Classic 3 в эко-пакете 89 элементов. Здесь 380 рублей 20 копеек. Обучает, развивает, развлекает производитель Бауэр. И изготовление город Пушкино Московская область. Здесь вот, например, этот конструктор, соответственно, водитель с машинкой. Водитель идет в кепочке, подробная инструкция тоже прилагается. Много сейчас наличия раскрасок формата А3. 24 страницы, 54,70. Это издательство Умка. Вот целая стопочка этих раскрасок лежит. Также машина-трактор с полуприцепом. Длина 60 сантиметров у этого трактора. Тоже их сейчас много завезли. 293,90 цена такого трактора. Вот можно тоже, например, сделать полезное дело и в садик отнести такие игрушки. Цена 293,90. А дети в садике, в группе, если у вас ребенок ходит, будут очень счастливы. Многие любят продукцию компании Дымка покупать в светофоре. Вот здесь сейчас она есть. Изделия хлебобулочные, сдобные, глазированный, бисквитик, шоколадно-ягодный. 1 килограмм 189,90. На прошлой неделе подвезли вот эти сковородки. Набор 24 сантиметра сковородочка и 22 сантиметра блинная сковородочка. Цену обязательно укажу. Около 400 рублей они стоят. Такой набор 366 рублей. Вот так, по-моему. Демидовский завод под брендом Скова. На прошлой неделе я вам показывала целый палет таких сковородок. Видите, осталось всего 4 коробки. Рядом с кассой выложили лук репчатый. 1 килограмм 21,20. Его не очень много. Сейчас здесь 2 килограмма 500 грамм вам обойдутся в 51 рубль. Не самый крупный лук, сразу могу сказать. Нужно выбирать. Не проходите мимо товаров. На кассе здесь тоже появляются полезные новинки. 53,70 стоит вот этот рыбий жир. Омега-3. Здесь 150 капсул. Масса капсул 370 миллиграмм. Обогащенный витаминами А, Д и Е. В составе давайте почитаем. Жир морских рыб, масляные растворы витамина Е, альфа, токоферола, ацетат, ретинола, пальмитат, это витамина А и Д, желатин, агент влагоудерживающий, глицерин Е422. И за 137 рублей сейчас в наличии еще вот такой витамин Д3. 120 капсул здесь по 200 миллиграмм. Производит также город Санкт-Петербург. Цена этого витамина Д3 137 рублей. В составе, зачитаем обязательно, масло соевое, рафинированное, дезодорированное, оболочка капсулы, желатин с свиной, агент влагоудерживающий, глицерин Е422, краситель красный, свекольный Е162, регулятор кислотности, лимонная кислота и холикальциферол. В этот светофор подвезли говядину тушеную от Бориса Глебского мясоконсервного завода. Здесь 350 грамм этой тушенки и в состав, давайте почитаем, он отличный, говядина, жир, лук, соль, перец черный и лавровый лист. Мы с вами в Коммунаре уже видели эту тушенку, обсуждали ее и многие подписчики обратили внимание, что срок годности, срок производства этой тушенки 9 месяц 2017 года. Срок хранения 5 лет, соответственно в этом году, в 9 месяце срок этой тушенки уже исходит. Но эта тушенка по слухам была закуплена госрезерв, в общем распродажа госрезерва и получается, что на самом деле до 9 месяца она хорошего качества, отличная и состав у нее отличный, потому что обо что на самом деле в госрезерв не закупают. Это Борисоглебск, Воронежская область, качество у тушенки тоже отлично, если вас не смущает такой срок. Также, мне кажется, есть резон запастись детским питанием, оно скорее всего тоже будет дорожать. Сейчас что есть в наличии? Пюре фрута няня, цыпленок овощи с 8 месяцев 30 рублей 40 копеек за 100 грамм. Также есть пюре фрута няня яблоко натуральное 35-40 и фрута няня яблоко груша 32-20, вот в такой дойпаке, правильно она называется, 180 грамм здесь. Кисель фрута няня 26 рублей, а вот подгузников Хагис, кстати, которые привезли тоже буквально недавно, их сейчас в наличии нет, потому что цена здесь просто супер. 471,50, 50 штук, кто-то мне писал, видел в сетях, это эти подгузники по 900 рублей. Все вроде бы прошли сейчас по магазину, я сама пойду куплю сейчас коробочку томатов, мясо, скумбрию, конечно, две упаковочки, наверное, потому что не факт, что она будет еще по такой цене впрок, так скажем, ну и кое-что еще. Кстати, сушки есть простые. Сушка-малышка, пожалуйста, 73,60 за 1 килограмм. Ну а на этом я с вами прощаюсь, уважаемые подписчики, самых только выгодных вам покупок, не переживайте, все будет хорошо. Прорвемся, до свидания и до новых встреч, до новых обзоров, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok